Знаменитый путешественник и священник Фёдор Конюхов представил читателям свою книгу «Сила веры. 160 дней ночей наедине с Тихим океаном». Это дневниковые записи, которые отец Фёдор вёл на протяжении своей экспедиции через Тихий океан на весельной лодке «Тургаяк». Встреча с читателями проходила в книжном магазине «Библиоглобус» в Москве. Сюжет Галины Ледвиной. Отец Фёдор Конюхов стал первым человеком на планете, которому удалось пересечь на веслах Южный Тихий океан. 160 дней ночей борьбы, испытаний, невероятного упорства и удивительной выдержки. Один на один с океаном. В новой книге легендарный путешественник повествует читателю об этом путешествии, о своих мыслях и чувствах, об истинных, которые он нашёл в своей вере и в Боге. Этим вечером никакой презентации книги не случилось. Встреча началась с вопросов, и закономерно все хотели знать, что дальше после Тихого океана. Атлантический океан за Россию. Рекорд его в Атлантике и в Тихом океане за Россией. Так же, как и плавание вокруг Антарктиды, за Россией стоит. И вот сейчас мы хотим, чтобы воздушное пространство было также за Россией. Сейчас оно за американцем, за моим другом и с Тихо Фосетом. В планах экспедиция на дно Марианской впадины, кругосветное путешествие вокруг Антарктиды, расписан каждый месяц до 2025 года. Всемирно известный путешественник и священнослужитель русской церкви, священник Фёдор Конюхов, большую часть года проводит в экспедициях, оказываясь дома, служит Богу и людям. Совместимо ли это? Ведь сказано, не искушай Господа напрасно. Когда я поднимался на вересы в 2012 году уже как священник, и мне мой владыка, владыка Иосиф, когда я у него брал разрешение, благословение, чтобы я тоже, ну он знает, что я пойду, и говорит, а ты пойдёшь к вершине? Я говорю, ну может быть, только буду в базовом лагере, а к вершине посмотрю, как я буду готов, вот я второй. А он говорит, я же знаю, что ты пойдёшь, и тебе надо идти, потому что, а кто будет молиться за альпинистов? Батюшка-странник искренне переживает за нашу страну и в особенности за молодёжь. Открыл школу путешественников не только, чтобы продолжать традиции. Он хочет, чтобы дети вели здоровый образ жизни, развивались духовно, росли романтиками. Я хотел бы, чтобы в школе путешествия Федора Конюха дети были романтики. Если они романтики, они не станут под лицами. Если они романтики, они будут смотреть на мир, уже не надо будет заставлять там экологию беречь. Этим вечером были не только вопросы, но и подарки. Пятилетний Иван из Екатеринбурга передал для путешественника свой рисунок. Друг художник Олег Молчанов вручил редкую святыню, частичку мощей мученика Фёдора. А вот с Олегом мы хотим в Москве поставить памятник Николаю Чудотворцу. Встреча закончилась традиционно. Путешественник подписал желающим свою книгу. На её страницах читатель узнает, о чём размышляет человек в одиночестве, пересекающий Тихий океан на бюсельной лодке. Каким святым он молится, с какими словами обращается к сыновьям и внукам, как преодолевает страх и сомнения, в чём черпает силы и решимость продолжить путь. Что такое счастье, по мнению одного из самых известных путешественников планеты?